здравствуйте уважаемые трейдеры с вами на связи виталий кухта проект кухта кепитал и сегодня я для вас запишу обучающий вебинар на тему как торговать среднесрок среднесрочный трейдер на этот вебинар специально для моих подписчиков а также для подписчиков компания маркет моих партнеров сегодня в теле в своем телеграм-канале я сделал опрос на тему проводителей обучающий вебинар и это будет не просто обучающий вебинар это будет ну смотрите не просто там простая обучалка как обычно вот здесь купить здесь продать как бывает вот здесь можно было купить на истории там рассказывается обучается кто за мой кто за мной следит последнее время допустим условно последний месяц вы видели мои торговые рекомендации на youtube канале я ежедневно провожу обзоры на на своем youtube канале на youtube канале компания маркет где даю торговые рекомендации по таким инструментам как валютный рынок рынок металлов золото серебро криптовалютный рынок это bitcoin эфир и другие монеты фондовые индексы акции американских компаний а также других других стран и сегодня я на реальном примере покажу как торговать средний срок я немножко изменяюсь чуть-чуть горло приболело и я вот эти примеры которые я давал рекомендации я их разберу и расскажу суть суть среднесрочного трейдинга с точки зрения стратегии моей авторский модельный трейдинг напомню вот сегодня я в своем телеграм канале показывал пост как я давал рекомендации по таким инструментам как серебро публично золото кстати золото я давал на этой неделе покупку на своих обзорах а также а также в обзоре компания маркет с артёмом геев во вторник я советовал покупать и золото серебро также вы видели мою рекомендацию который я записал в пятницу на прошлой неделе сказал покупайте евро среднесрочно называл цели 110 115 120 110 мы сделали 112 мы сделали я думаю что мы где-то на пути к 115 понятно что это будет не быстро и возможно мы сделаем 1 до 120 плюс минус да потом я давал рекомендацию в во второй половине июня по эфиру и по биткоину вот на этих минимумах ну точнее на самых минимумах в районе 1720 на битве аналитиков то есть это посмотрите за июнь я давал рекомендацию на покупку средний срок аналогично я давал рекомендации по биткоину чуть ранее там за несколько дней на своем youtube канале если подытожить то те кто за наблюдает за моими обзорами тот понимает о чем я говорит тот кто не понимает можете посмотреть обзоры или там кто не верит посмотрите мне прошлые обзоры что я говорил по этим инструментам среднесрочные где их покупать то есть сравните примерно даты и посмотрите также помимо валютного рынка криптовалютного рынка рынка металлов я давал и акции покупать среднесрочно была такая в обзоре акция тесла я говорил что у нас цели 200 220 и выше 250 возможно мы сделаем 300 ну скажем так не сильно верил но мы почти 300 сделали там 280 также была очень хорошая одна рекомендация по акции coinbase ticker coin это крипто биржа американская до который представляет доступ на рынок криптовалют данная акция торгуется на бирже nasdaq аналогично еще где-то где-то два месяца назад у меня был вопрос от одного подписчика по данной акции я тогда говорил что возможно данная акция смотрится в шорт но она там на месте болталась в районе получается в диапазоне 50 80 так как я на тот момент видел аналогично рынок криптовалют вниз но потом со временем точнее это уже получается июнь июль я поменял свое мнение и в своих обзорах я советовал покупать акцию конь бейс посмотрите обзоры поэтому и целился достаточно среднесрочно с целями 90 и выше 100 и выше да мы сделали эти цели возможно пойдем еще выше то есть я такой сделал апдейт то есть вам пояснил что я давал ранее покупать каких примерно точках кто смотрит мои обзора тут понимает о чем и говорит а сейчас давайте перейдем к тем моментам почему я это давал и расскажу кратко как торговать средний срок так это сворачиваем переходим переходим к инструментам ну давайте разберем на все инструменты возможно я физически не потяну сегодня рассматривать но некоторые расскажу итак на по евро доллару в прошлую пятницу я советовал покупать аналогично публичные говорил на своем youtube канале был также обзор на канале компания markets плюс утром я обязательно предупредил всех своих подписчиков и учеников канале закрытым pro signals плюс с теми учениками которые я работаю в индивидуальном порядке на поддержке годовой я лично советовал покупать евро среднесрочно мы сейчас сидим покупках часть закрыли сделки часть сидим это называется управление позицией то есть что это имеется ввиду то есть мы купили какую-то сделку ну какую-то совершили сделку условно как на текущий момент это покупка евро доллара вот мы в этом моменте вот вот здесь мы купили евро доллар получается 7 июля это пятница и данную сделку мы часть зафиксировали зафиксировали остальное мы удерживаем до того момента пока не появится среднесрочный паттерн на разворот рынка в шорт да так когда появится тогда я буду фиксировать свои покупки уже переворачиваться в шорт пока этого не произошло я буду удерживать покупки по евро доллару это называется управление позицией когда ты сопровождаешь свою сделку и смотришь уже по факту то есть есть на если вы торгуете среднесрочно то есть три варианта take profit а первое это соотношение вы какое-то берете там один к трем один пяти один десяти один двадцати один пятьдесят среднесрочные миду да соотношение риск профит а есть второй вариант фиксирования профита это когда вы фиксируете по техническим уровням какие-то за какие-то зоны условно там какие-то вершины психологические уровни условно как по евро это один десять один пятнадцать один двадцать да или по акциям аналогичным и третий вариант это называется сопровождение позиции сделки когда ты купил условно сделку совершил ее и удерживаешь до того момента когда она показывает рост и удерживаешь когда она показывает обратный сигнал ты ее фиксируешь полностью или частично там открываешь положительный замок как вариант или не открываешь открываешь обратную сделку если закрыл полностью покупки ну то есть таком формате это если вкратце по поводу вариантов take profit а потому что многие спрашивают где ставить take profit и так далее то есть есть три варианта как я уже сказал коротко я вам рассказал конкретно уже эти моменты я скажем разбираю на обучение это первое дальше почему мы совершали покупку евро доллара я рассказывал своих обзорах новости сегодня повторю и расскажу конкретно как торговать средний срок смотрите чтобы торговать средний срок должна быть сформирована на рынке позиция для этой среднесрочной скажем сделки да нельзя просто так открыть компьютер открыть терминал торговый сказать вот сегодня условно сегодня пятница у нас 14 июля и такие говорите я сегодня хочу совершить сделку среднесрочную там купить условно евро или золото или акцию какую-то компании тесла мэта криптовалюту какую-то купить это все возможно сделать но здесь вопрос где вы стоп поставите а если вы торгуете с плечом это нельзя просто так на бум купить на это если вы на спот рынке торгуете криптовалюту можно просто так купить да и она там просядет или акция потом вырастет но на фьючерсном рынке или с плечом там где предоставляется так нельзя делать и подытожим чтобы совершить среднесрочную сделку должны быть определенные моменты на рынке сложиться до пазлики давайте я вкратце нарисую два момента которые мы сегодня рассмотрим первый момент это паттерн плоской коррекции и паттерн глубокой коррекции да условно смотрите чтобы совершить сделку среднесрочного характера у вас должен быть сформирован на рынке импульс на импульсное движение и в этом импульсном движении должно быть коррекционное движение чтобы это была сделка среднесрочная это коррекционное движение это накопление должно быть большим то есть формате что такое большое да это может быть неделю-две может быть и в диапазоне месяц-два на чем больше это накопление тем будет больше движение на После того, как сформировался вот этот импульс, сформировалось накопление, мы эту сделку покупаем с целью роста в данном примере, как было по евро. То есть может быть плоская коррекция, может быть, скажем, как по евро в формате вот такого треугольника. Вот у нас треугольник. То есть что у нас здесь есть по евро? Есть импульс, есть накопление большое, да, и мы совершили сделку на покупку и получили хорошее движение. То есть локально, так скажем, мы это все отработали. Плюс глобально у нас по евро, если разобраться, у нас также есть более паттерн крупного формата. Смотрите, я это уже показывал, но сегодня повторюсь, чтобы для тех, кто не смотрел или просто чтобы не просматривал, старое видео. Но советую посмотреть всем пятничное видео, там написано торговые рекомендации по индексу доллара, евро, доллар и золото. Вот это видео посмотрите, там я детально разбирал. И по евро крупно у нас импульс, коррекционное движение и мы пошли наверх. Да, возможно, как я говорил, мы пойдем на 1.20. Так, что хотел сказать. То есть, но чтобы понимать, когда это все нужно купить, то есть на этом большом крупном накоплении, мы переходим на более мелкий формат, то что у нас было вот здесь, да, импульс накопления. Потом мы на мелком, более мелким, понять, когда эта коррекция заканчивается. Вот это самое главное. Потому что есть коррекция и там есть определенные паттерны, да, которые указывают, что возможно покупать. Конечно, эти паттерны могут быть там один или два раза ошибочных, но будет со второго или с третьего раза сильный прострел, да. Поэтому это нужно учитывать. Более детальные все нюансы я рассказываю на своих курсах обучения. Напомню, что вы можете перейти по ссылке, под видео будет ссылка на сайт Kuchta Capital. Там есть раздел обучения от Италии Кухты. Там есть вся информация расписана, что и как. Поэтому это первый вариант коррекционного движения по евро-доллару, который я советовал покупать. Также, кто смотрел меня, есть еще второй вариант коррекции. Это то, что я рассказал первое, то есть импульс накопления. Есть второй вариант коррекции, это когда идет импульс и глубокая коррекция, и потом она со временем заканчивается и идет наверх. Эти тоже сделки очень хорошие, потому что у нас здесь очень хороший потенциал хода. Когда мы ловим окончание тренда при появлении модели торговой, вот здесь что в первом варианте, что в втором варианте, у нас за счет этого коррекции, это идет накопление. Крупный игрок накапливает позицию для покупки. И чем эта позиция больше, тем будет более сильное движение. Вот в данном примере это плоская коррекция, и в данном втором варианте у нас идет плоская, точнее глубокая коррекция. И крупные игроки тоже по чуть-чуть формируют покупочки, и потом в какой-то момент завершается их формирование покупок, и они показывают сильный рост. Как было по евро, вот смотрите, кто смотрел мои обзоры по евро в этом диапазоне, точнее вот здесь, на битве аналитиков, на битве аналитиков в этой точке я давал покупку. То есть у нас был импульс, коррекция глубокая, и она показала завершение, то есть один импульс, коррекция, второй импульс и накопление небольшое. И мы показали неплохой рост по евро-доллару. То есть вот смотрите, по евро-доллару я на двух примерах показал, как я давал рекомендации на покупку на плоской коррекции, точнее треугольник, и глубокой коррекции. Это что касается евро-доллара. Давайте по другим быстро пробежимся. Аналогично у нас было, по индексу доллара я аналогично давал рекомендации, повторяться не буду. Потом, потом что еще я хотел показать. Золото. По золоту аналогично. У нас, смотрите, у нас импульсное движение вот здесь, коррекционное глубокое движение на два месяца. И на прошлой неделе, и на текущей неделе я давал рекомендации на покупку. На этой неделе я уже более активно покупал, уже уверенно, потому что в прошлую пятницу я говорил, по золоту, возможно, покупка, она рискованная. Нужно подтверждение. В понедельник, вторник было уже более понятно, что нужно покупать. Это, вот смотрите, кто там на маркет смотрит битву аналитиков или на моем ютуб канале, там все четко есть. Я говорил, покупать. Со своими учениками в закрытом канале аналогично советовал покупать. С учениками на индивидуальном обучении, на годовой поддержке аналогично. То есть мы здесь очень красиво закупились. Поэтому по серебру аналогичная ситуация. Тоже покупали. То есть детали я все нюансы открывать понятно не буду. Потом давайте еще пройдемся коротко о биткоину. Давайте биткоин эфира это одно и то же. Смотрите. Импульс. Коррекционное движение, которое я шортил. Кто смотрел мои обзоры. И в конце вот этого движения, напомню, есть обзор. В пятницу, 16 июня я давал рекомендацию на покупку по биткоину. И дальше я говорил дальше покупать биткоин. Аналогично эфир. У меня есть покупка на битве аналитиков, если не ошибаюсь. Или, да, 20 июня. Посмотрите обзор битвы аналитиков. Есть как на моем ютуб канале, так и на канале компания Маркетс. Я говорил, покупаем эфир среднесрочно. Аналогично эфир я советовал покупать на этой неделе. Всю неделю практически я советовал покупать эфир. И на битве аналитиков во вторник аналогично дал торговую рекомендацию на покупку. Вот здесь. То есть смотрите. Два примера у нас. То, что я рассказывал и вас обучал. Первый вариант. Смотрите. Импульсное движение. Глубокая коррекция. Мы эту глубокую коррекцию вот здесь откупали. В этой точке. То есть вот первый вариант. Глубокой коррекции. Покупка. Рост. И второй вариант. Импульс. Плоская коррекция. Это вот здесь. И у нас движение наверх. Я думаю, что по эфиру возможно еще продолжится движение. Мы будем обновлять максимум весны и еще выше уйдем. Вот такие два простые логические. Две логические модели паттерна на покупку или на продажу. Без разницы. То есть глубокая коррекция или плоская коррекция. Плоская там тоже есть разновидности флаг, треугольник разного вида. Но детали вот этих всех нюансов, когда покупать, это я раскрываю на своих курсах обучения с учениками. Но, так скажем, на некоторых обзорах обучающих я эти нюансы раскрывал частично. Кто смотрит внимательно, в принципе, логика сможет логику понять. Поэтому внимательно смотрите. Все мои предыдущие обзоры, которые я обучающие делаю. Я там, в принципе, и раскрываю нюансы. Поэтому, кто смотрит внимательно, может, скажем, и не проходя мои курсы обучения, научиться понимать рынок, как я. Как видим, в чем плюс? То, что я рассказываю, это не просто, как бы, вот здесь можно было купить, здесь продать, на истории, так какие-то моменты рассказываю задним часом. То есть, внимательно, вы видели, четко давал прогнозы. То есть, почему я так понимаю рынок? Потому что я каждый год развиваюсь. Вот, допустим, если брать даже 2-3 года назад, я думал на тот момент, и я, в принципе, и обучал тогда, и обзоры делал, и публично, и торговал. И это все получается, я думал на тот момент, что я очень хорошо понимаю рынок. Но сейчас я понимаю, что тогда у меня стратегия была очень слабенькая. И с каждым годом она развивается. Я практически каждый месяц что-то новое для себя узнаю в формате, какие-то нюансы. Лучше стою, понимаю рынок, развиваюсь. И я очень этим доволен. Вы сами можете это судить, понимать мои знания по моим прогнозам публично. Не просто там где-то в закрытом канале я показываю только успешные сделки. Как бывает, есть закрытые каналы, вип-каналы, и показываются только успешные сделки, а убыточные не показываются. То есть, у меня есть как прибыльные сделки в вип-канале, про канал, так и убыточные, понятно. Но большинство сделок прибыльные. И плюс, я эта часть сделок, очень большая часть сделок я транслирую в своих обзорах. Как вы видите, да, я даю не просто обзор рынка, я еще параллельно даю торговые рекомендации. То есть, у меня есть два момента, где я даю просто обзор рынка, высказываю свое мнение по инструментам, и даю торговые рекомендации. Там, где я даю торговые рекомендации, там, значит, сформировался какой-то определенный паттерн на покупку или на продажу. Ну, давайте закончим на акциях Tesla. Ну, смотрите, в принципе, по акции Tesla я уже записывал вебинар, но здесь повторимся. Импульсное движение, крупное накопление, оно в таком, скажем, таком крупном боковичке, да, и с выходом наверх. То, что я сейчас показывал. Здесь я несколько раз покупал акции Tesla, помню, раз, два, три, четыре, ой, здесь еще пять, да. И только первые раза она отрабатывала свинг, и в последних случаях она отработала среднесрочно, да. Поэтому, вот, когда на рынке сформировался определенный паттерн, модель, тогда можно ее торговать среднесрочно. А когда ее нету, просто так покупать, условно, вот, акции Tesla падают, и они дешевые, значит, их нужно купить. Они могут еще провалиться. А могут таким образом провалиться, что там будут находиться год и два, как бывает по некоторым акциям, по некоторым криптовалютам, которые, некоторые падают и потом отрастают. А некоторые падают, чуть-чуть отрастают и снова падают, падают. На много таких монет, поэтому просто так, скажем, покупать, потому что дешево, очень опасно. На этом, я думаю, все. Я вкратце рассказал. Кто смотрит с других ресурсов, напоминаю, подписывайтесь на мой YouTube канал. Здесь выходят обзоры рынка, торговые рекомендации, битва аналитиков, обучающие вебинары. Также подписывайтесь на телеграм-канал Кухта Кэпитал, ссылочка будет, да. По всем вопросам пишите в личку, будет информация. В принципе, я вкратце раскрыл, как торговать в средний срок. То есть, подытожим. У нас должен сформироваться крупный паттерн. Крупный паттерн – это топливо для движения на рынке. Если его нету, весь трейдинг сводится к очень большим рискам в таком случае. Это уже превращается в инвестирование, которое может выгореть быстро, а может выгореть через год-два-три. Такое часто бывает. По поводу тейк-профитов я рассказал. По поводу стоп-лоссов я уже ранее записывал обзоры. На самом деле, здесь ничего сложного нет. Вебинар, кажется, то, что я сегодня записал простым, для кого-то ни о чем. Но на самом деле, здесь не нужно больше и лишней информации рассказывать, потому что она лишняя. Фантазировать по разным моментам. По рынку я стараюсь упрощать все моменты. Я даже на обучении рассказываю простые вещи доступным языком. Пытаюсь, чтобы человек понял ситуацию, понял, как анализировать рынок, разобрался. Вижу, если он понимает, добавляю что-то новое. Если он не разбирается, я это еще несколько раз повторяю до того момента, пока не будет понятно. Вот таким образом. Всем спасибо за просмотр данного вебинара. Ставьте лайк, если понравилось. Пишите комментарии, пишите в личку. Всем удачи. До понедельника. С понедельника будут уже новые прогнозы по рынкам. Новые торговые рекомендации. Если они, конечно, будут. Потому что, как я уже сказал, должны сформироваться определенные моменты. Как для среднесрочного трейдинга, так даже и для краткосрочного. Нельзя просто так покупать, продавать. На этом все. Всем пока. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok